Итак, мы с вами, значит, записали мою сборочку на флешку. Значит, что теперь делаем? Вы перезагружаетесь и из флешки, значит, мне по скайпу скидываете пароли от TeamViewer и мы вам поставим мою сборочку. Договорились? Хорошо, сейчас подождите. Так, ну, первым делом давайте освежим наше... Ещё раз посмотрим нашу архитектуру. Нам нужно запомнить, что вот SWAP раздел находится на седьмом разделе и Linux, который вы записали, значит, он находится вот здесь. В принципе, можно сделать даже здесь вот такую стреказу. Так. 49, нет, 39. 10 гигабайт занимает всего лишь. Поэтому у вас здесь вот... Так, дайте-ка я ещё раз файлую систему, посмотрю. То есть у меня со всеми прибамбахами, вот, у меня, ну, это самое... Корневой раздел занимает 10 гигабайт. Угу. Пусть 20 гигабайт. Вам 20, да, я думаю, хватит за глаза. Вот, смотрите. И расширение я люблю, вот, extension 3, тогда их и винда с акронисом там видит нормально и так далее. А вот это вот неразмеченное пространство возьмите и разметьте в формате extension 3. И назовите эту папочку home. Получится как бы домашняя. Угу. То есть у вас практически ничего там не поменяется, но вот папочка там с настройками, она будет, так сказать, вроде бы как отдельно. При переустановках настройки там могут и сохраняться очень, очень даже хорошо. Итак, закрываю я это дело. Вот теперь давайте, значит, будем запоминать, потому что названия разделов сейчас, они поменялись. Значит, своп стал шестым разделом. Угу. Писать будем на седьмой раздел. Подключать папочку home и подключать папочку своп. Ну, это все будет видно и из контекста, вот таким вот образом. Чтобы у вас был пароль и пользователи другие, надо идти не на SystemCopy, а вот SystemInstall. Заводите здесь английскими буквами свое имя и свою фамилию. Поставьте везде, или там, или девятку цифру, это еще даже лучше. Девять здесь, девять здесь, нет-нет, вот здесь. И девять здесь. А здесь так, HP. HP. Что у вас, ноутбук, десктоп? Просто ноутбук. Черточка и ноутбук. Не сняли. Да, да. А вот теперь смотрите. Вот 20 гигабайт. Вот на него мы вам будем выставлять основную, скажем так, корень. Вот home. Home поставим на home. Вот он отмечен home. И так, swap. А подключим мы swap заодно. Пусть он автоматом все это дело делает. Не хочет только он это самое... А, ну. Swap формат, файлосистема. Да, да, все нормально. Вот все подготовлено. Вперед из песней. 16.30. У нее сразу там и поисковик операционных систем, там и сборка линукса, и это самое... Ремонт винды. Ну, очень нормально все. Итак, 16.42. 42 отнять 38. 4 минуты и 10 секунд. Ну, пусть даже 5 минут будет. Да бог с ним. Значит, что делаем сейчас? Сейчас, значит, перезагружаетесь, вынимаете... Ну, я вам просто выключу. Когда компьютер выключится, вынимите флеш, это самофлешку, стартуете с жесткого диска, и жду от вас звоночка уже с жесткого диска. Сильно много шума там со стороны у вас. А сейчас? Сейчас нормально. А там ребенок мультики. А, ну, понятно. А, ну, понятно. Ну, видите, как говорится, этот образ, который мы установили на флешку, тоже рабочий. Поэтому здесь все нормально. А вот теперь давайте посмотрите вот здесь. Значит, во-первых, у вас подсоединен файл подкачки. Сразу при установке мы его подключили. Вот сразу видно, что из него 308 килобайт уже используется. На 30% используется оперативка, то есть 1 гигабайт из трех. И плюс процессор. И плюс, вот посмотрите, в корне мы поставили вам, всего лишь дали 20 гигабайт при разбивке. У вас еще 12 гигабайт свободно. То есть всего 8 гигабайт это дело у вас заняло. И плюс у вас кладовочка на 76 гигабайт. И 69 из них там свободно. Вот такие вот пироги с котятами. Ну, это было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...